Добрый день, уважаемые жители автономии. Добрый день. Сегодняшнее наше обращение адресовано родителям детей, посещающих детские сады. Его необходимость обусловлена ситуацией, которая сложилась вокруг детских садов села Копчак. Неоднократно примария села Копчак выступала с заявлениями о якобы неправильном подходе к расчету финансовых средств, распределенных примарии на содержание детских садов села Копчак. По поручению Башкана Гагаузии ситуация была досконально изучена отраслевыми управлениями исполнительного комитета. И некоторые выводы мы хотим вам сегодня представить. Не раз главным управлением финансов Гагаузии давались подробные разъяснения о том, что для всех примарей автономии, в том числе и примарей Копчак, был применен единый подход по расчетам финансовых средств для детских садов. Правильность расчетов, которые были проведены Управлением финансов, подтверждена официальным письмом-разъяснением Министерства финансов и Республики Молдова. В целях более подробного изучения ситуации на месте, специалистами Главного управления финансов Гагаузии была осуществлена тематическая проверка правильности составления и исполнения бюджета примареи села Копчак за 2019, 2020 и 2021 годы. К сожалению, увидеть все первичные документы специалисты управления не смогли, так как руководство примареи препятствовало этому. Однако, имеющаяся в распоряжении Управления финансов официальная отчетность примареи позволила сделать следующие выводы. На 2021 год примареи и местным советам села Копчак намеренно и незаконно завышены показатели на содержание детских садов на сумму 1 миллион 84 тысячи 400 леев. Эта сумма больше, чем утверждена для примареи села Копчак в законе о бюджете Гагаузии на 2021 год. Кроме того, из года в год примареи не соблюдают финансовые нормы, которые определены законодательством на питание детей. В 2019 году примареи было направлено меньше на питание детей, чем требует обязательная норма, на 5 леи 65 бань на одного ребенка в день. В 2020 году на 2 леи 98 бань, в первом полугодии 2021 года это сумма 6 леев 13 бань на одного ребенка в день. Таким образом, за 2019, 2020, 2021 годы сумма сэкономленных на питание детей средств в селе Копчак составила порядка 887 900 леев. При этом в 2019 году именно из средств, предназначенных на питание детей, примареи в конце года были закуплены 2 легковых автомобиля. Результаты проверки направлены в примарию и местный совет села Копчак, а также о выявленных нарушениях были поставлены в известность Министерства финансов Республики Молдова, Счетная палата Гагаузии, Центр по борьбе с коррупцией, Прокуратура Гагаузии, УВД Гагаузии, а также Территориальное бюро Госканцелярии Камрад. Однако, примареи села Копчак продолжают нарушать закон, отвлекая средства с заработной платы на другие нужды. Так, вчера утром примарея села Копчак незаконно уменьшила планы на заработную плату работников детских садов, перенаправив 1 миллион 84 тысячи 400 леев на капитальный ремонт одного из детских садов. Оставить этот факт без внимания мы не можем, поэтому соответствующие материалы отправлены в комитетные органы. Расчеты, которые проведены Управлением финансов, позволяют с уверенностью сказать, что средства на финансирование детских садов села Копчак есть и нет никаких препятствий для их функционирования. Я хочу дополнить сказанное коллегой и уточнить, что с наряду с невыполнением финансового норматива в детских садах села Копчак не выполнялся и натуральный норматив на продукты питания. Управление образования ежегодно, ежеквартально обобщает информацию, представленную руководителями детских садов, на основании которой можно констатировать, что в 2020 году норматив процента освоения, скажем, овощей детьми был исполнен только на 46%, фруктов на 71%, мясо на 75%, рыбы всего на 32%. Зато перевыполнен натуральный норматив на 147% по крупам и макаронным изделиям, на 162% по хлебу и хлебобулочным изделиям. Действительно, сегодня мы констатируем тот факт, что четвертый месяц безосновательно закрыты детские сады в селе Копчак. Хочу довести до сведения родителей важные нормы, которые закреплены в законодательстве и уточнить тот факт, который отметила Татьяна Михайловна. Примар указывает, что основная причина закрытия детских садов это отсутствие финансовых средств. Только что было заявлено, что это утверждение не соответствует действительности. Так вот, уважаемые родители, в соответствии с положением обучреждения раннего образования, которое утверждено приказом Министерства образования, культуры и исследования, детские сады должны функционировать круглогодично, бесперебойно с 1 сентября до 31 августа. Допускается закрытие на каникулы детских садов на период отпуска персонала. Но длительность этих каникул не должна превышать 49 календарных дней. В этот период в детских садах проводятся работы по гигиенизации, текущему или капитальному ремонту, или дезинфекции. Также в соответствии с законодателем, законодательством этот период каникул в детских садах устанавливается по итогам предварительных консультаций с администрацией учреждения раннего образования, с родителями. И до 1 декабря каждого года информация, предварительный график о закрытии в летний период детских садов должна доводиться до сведения всех родителей и повторно вывешиваться на видном месте не менее чем за 30 дней до их начала. При этом, даже закрывая детские сады на каникулярный период, органы местного публичного управления, администрации детских садов должны предпринять все меры для того, чтобы разместить детей в ближайшие учреждения в населенном пункте, которые должны функционировать в этот период. Или предоставить родителям другие альтернативы на период приостановления деятельности учреждения раннего образования. Допускается, что в случаях запуска инвестиционных проектов, которые предполагают неплановые капитальные ремонтные работы, которые требуют длительного времени, допускается закрывать детский сад на более протяжительный период. Но, опять же, для этого должны проводиться обширные консультации с главным управлением образования ГАГУЗИ, с родителями, с профсоюзами, с персоналом для того, чтобы обеспечить меры по социальной защите сотрудников и размещению детей. Считаем, что необоснованное длительное закрытие детских садов без предоставления возможности посещать другие образовательные учреждения грубо нарушает права детей на образование, отрицательно сказывается на качестве образовательного процесса и препятствует возможности родителям полноценно трудиться и содержать свои семьи. Также хочу акцентировать внимание родителей еще на один вопрос. Вчера в ходе беседы с родителями дошкольников села Копчак, а также подобные вопросы поступают и от родителей из других населенных пунктов, вопрос относительно формального и неформального сбора с родителей денежных средств или иных материальных благ, а именно объемных списков канцелярских, гигиенических товаров, которые требуют закупить для посещения детских садов. Вчера нам родители демонстрировали списки, состоящие из более 30 наименований различных товаров, которые требуют закупить для начала учебного года, а также факты того, что собираются внушительные суммы на приобретение постельного белья и других материальных благ. Хочу напомнить органам местного публичного управления и администрациям детских садов, что в соответствии со статьей 35 Конституции Республики Молдова государственное образование является бесплатным. Согласно статье 21 Кодекса Республики Молдова об образовании органы местного публичного управления обязаны обеспечить качественное функционирование учреждений образования в соответствии с утвержденными положениями и стандартами. Вот в этих стандартах как раз и определены перечень необходимых товаров, необходимого оснащения в детских садах, и это задача органов местного публичного управления. В соответствии со статьей 25 Кодекса об образовании государство несет расходы на услуги дошкольного образования, и все финансовые средства, которые направляются премарием на содержание детских садов, имеют свое непосредственное целевое направление и отвлекать их на другие нужды право не имеет. В соответствии с положением о деятельности учреждений раннего образования учредитель, то есть премария, решает все вопросы развития материально-технической, учебной базы, содержания учреждения, организации питания детей, оплаты труда персонала и прочее. То есть мы видим, что каких-то расходов на родителей для организации учебного процесса, либо учебной базы не возлагается. Ну и наконец, статья 135 Кодекса об образовании запрещает педагогическому, руководящему персоналу образовательных учреждений принимать от учащихся, их семей, а также от родительских общественных организаций деньги или иные блага в какой бы то ни было форме. Нарушение указанной нормы законодательства представляет собой аморальный проступок, несовместимый с занимаемой должностью и грубое нарушение дисциплины труда. Уважаемые родители, многое зависит от вас самих. Чем активнее вы будете демонстрировать свою гражданскую позицию, проявлять нетерпимость к незаконным действиям и сборам в образовательных учреждениях, тем быстрее мы сможем искоренить те нарушения, которые сегодня, к сожалению, допускаются. Спасибо за внимание.